Региональное управление МЧС поощрит мужчину, поймавшего ребенка, который выпал с пятого этажа. Об этом заявил главный спасатель области Сергей Потапов в ходе пресс-конференции. Здесь же подвели итоги новогодних и рождественских праздников и рассказали об обеспечении безопасности во время крещенских купаний. Михаил Перетокин с подробностями. Жизни мальчика, выпавшего 11 января с балкона пятого этажа, ничего не угрожает. Так прокомментировал Сергей Потапов последствия недавнего резонансного происшествия. Напомним, пятилетнего ребенка поймал оказавшийся неподалеку мужчина. Начальник регионального МЧС пообещал, что Белгородец будет поощрен за свой поступок. Здесь же подвели итоги минувших праздников. С 31 декабря по 10 января в регионе было зафиксировано 42 пожара, в которых погибли 4 человека. В областном центре в данный период зарегистрировано 9 возгораний. В прошлом году их было 13. При этом, благодаря эффективному межведомственному взаимодействию, обошлось без серьезных ЧП. Никто в стороне не стоял. Все службы работали эффективно и обеспечивали безопасность проведения всех праздничных мероприятий так, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. На пресс-конференции журналистам также рассказали о нововведениях в работе ведомства. Одно из них – так называемый чек-лист. Он разработан МЧС России, чтобы облегчить работу при плановых проверках. Все формы документа находятся в открытом доступе. На информационных порталах «Гарант», «Консультант плюс» – официальном сайте Главного управления МЧС России. Такой подход позволяет предприятиям осуществлять самопроверку по соблюдению требований пожарной безопасности. Предварительно руководитель объекта знает, что у него будет там проходить проверка. Он находит соответствующий лист, вытаскивает его. И вот один, два, три, четыре, пять по тем вопросам, по которым будет проверяться, он готовит свой объект проверки. То есть он в очередной раз проверяет и убеждается, что у него все в порядке. Если не в порядке, соответственно, у него есть возможность это что-то подделать, устранить. Особое внимание на пресс-конференции уделили ледовой обстановке на водных объектах. В очередной раз белгородцам напомнили о правилах поведения. Безопасным считается лед толщиной в 15-20 сантиметров. Ни в коем случае нельзя заезжать на лед на автомобиле, а также оставлять детей без присмотра. Всего в Белгороде насчитывается 9 мест скопления рыбаков, ежедневно их посещают у тысячи горожан, занимающихся подледным ловом. Хотя и обстановка стабильная, спокойная, нормальная, инспекторский состав проводит патрулирование, продолжаем этой работой заниматься. Вот в этот период за 10 дней было проведено 45 патрулирований вместе с сотрудниками полиции, вместе с представителями общественных организаций. Раздаем памятки, раздаем буклеты, все делаем для того, чтобы обезопасить данный отдых. В преддверии праздника Крещения на пресс-конференции рассказали о готовности мест для купания. В этом году в Белгородской области оборудовано 83 купели, в том числе две в Белгороде, на правом и левом берегах центрального пляжа. К прорубям создадут безопасные спуски, организуют пункты обогрева. Для дежурства на водных объектах из разных структур привлекут более 600 человек и 250 единиц техники. Михаил Перетокин, Андрей Андрейко. К этому часу Белгород.